Доброе утро, друзья! Так, я сходил зубы, почистил, сегодня раз я сделал бытовые, на улице холодно. Дубак, прямо я скажу. Собственно, вот, пожалуйста, смотрите, вот здесь я и ночевал. В принципе, комфортно, там речка. В этот раз я не замерз, это очень хорошо, это одеяло из фольги работало, это супер, это очень хорошо. В общем, сейчас нужно перекусить, двинуться дальше. И если я найду сауну Кинчельбан, он будет остановиться, помыться. Такой план сегодня, день третий, день третий уже. А вот, кстати, так товарищи живут, что я не знаю даже как показать. Вот видите, то же самое. В общем, отличное место, в принципе, для того, чтобы переночевать. здесь крыша над головой, есть пол деревянный, хороший. Даже байк засунул. Отлично. Едем дальше. Колесо так же спускает. Видим, где прокол. Так, сейчас его нужно разобрать, посмотреть. Если реально именно там пропускает, то заклеить. Еще раз подержать. Лучше сейчас время потратить, чем потом опять постоянно накачивать. Лучше сейчас время. Лучше сейчас время. По дороге ехал, увидел магазин велосипедный автобайк 365, но вроде он еще закрыт, потому что времени-то еще мало, но выглядит закрытым, да, блин. Очень жаль, здесь какие-то супер-пупер-спортивные, в 10, в 10, блин, сейчас время что-то стекнет, так вроде, да, ремонтом занимается. Ну ладно, поедем дальше. Так, остановился передохнуть, водичку попить. Смотрите, что увидел. Рыбная ферма. Рыбку выращивает. Вон, карп плавает. Карпики, карпики. Целый процесс серьезный. Нужно доехать до ближайшего города, в портфель, отправиться домой. Я решил, что это лишний багаж, багаж абсолютно ненужный. Который только тянет меня назад. Все, останется палатка, спами, мешок. Ну и так по мелочевке, абсолютно. Один чоник. Один чоник, чоник. Вода. Что-то связано с водой. А, вот там. Там, если деньги есть. Типа благотворительность какая-то. Что-то такое. Как я понимаю. Нет времени переводить. Нужно ехать дальше. Да. Эти спуски, мне кажется, не закончатся никогда. Здесь даже так не успели. Не поднимешься. Только пеший. Пеший, пеший подъем. Обалдеть. Вот так вот скарабкаю. Вот так вот скарабкаюсь. Там уже доля реки Равнин должна быть. Большие города. А уже ближе к Пусану. Там, в принципе, должно быть ровно. Ну, посмотрим. Я-то не езжу по этой дороге. Вот это подъем. Мне вот интересно. Ну, подняться-то ладно. Вручную поднимаешься. А спускаться, мне кажется, здесь по-любому надо спускаться тоже вручную. Потому что здесь нереально крутой спуск. Здесь можно просто как говорится, просто тормоза не выдержит. Потому что это ну, это реально круто. Очень круто. Фух. В общем, после такого подъема надо перекусить сникерсом. Самое то. Заехал в какой-то парк. Ну, это по маршруту. Велом маршруте. Здесь парк. И вот такая тема. Конь. Ну, увидел коня, протянуть смог. А, сиделать коняшку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА своеобразный с дерева росло с дерева видим корень остался либо посадили еще пены заделал вот такие мешочек прикольно к чуле так тес смешно птичка но это так понимаю буду все это тема тему буддизма рюкзачки у всех здесь какой-то познавательный мир дофига детей сиюшку есть получается но там нельзя отправить по почте к сожалению это плохо так так мой так работ круче это круто вот он как выглядит этот коронавирус оказывается это самая приличная кстати будка за все время горки 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 одни сплошные горки так вот здесь получается место где детишки были сиюшка познавательный центр короче говоря доехал еще перец-пелец-пелец-пелец-пелец огородами полями здесь нет ни одного не города ничегошеньки абсолютно то есть вот ну просто ничего нет магазинов ничего вот здесь вроде аля какой-то городок деревня фу-фу-фу на еще перец-пелец попадается на пути и вот такие негодяи полностью просто перекрывает дорогу так что будьте внимательны не гоните как жизнь давай 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 тоже привет вот мамка с папкой по ходу серьезно попался наконец-то по пути в общем заказал себе кимчи панакет и кимчи блинчиком я не знаю как раз такое вообще слышу вижу и просто интересно что там придет у меня же бюджетный вариант ну его вело трипа ну ничего так вообще там приличный чистенький время час сорок один сам время поесть кимчи кимчи получается здесь кимчи зелень свинина и тофу ну в принципе лучок в общем неподалеку от шиктаны где я ел есть небольшая деревушка здесь есть джеска но в джеске нету почтового вот этого прибора в сиюшке он есть но не работает но есть почта корея а это хорошо то есть почта корея это точно отправлю домой и как говорится будет легко моим ногам ну в общем выложил я все что мне нужно по сути вот носки новые сейчас я эти сниму которые купил вчера потому что у них жарко реально ехать носки собственно это вообще самый главный номер один на ночь я замерзла вот эта тема вообще клевая получается если у вас какая-то ранка образовалась он как клей заклеивать получается ну это специально именно для этого в смысле это не клей сейчас одну салфетку такую сухую жесткий диск чтобы перекинуть как это называется этих с микро ну зубная щетка естественно с рюкзака снял чехол этот чтобы от грязи от ветра от дождя от ветра горю уже все перегрелся ну естественно чтобы под вечер медитировать ну вот одну батареечку это чисто для этих которые спереди и вот этот если вдруг за расходу она в принципе не весит особо ну удлинитель и зарядки собственно ну как говорится все приходит с опытом собственно теперь я тут узнаю что брать сколько брать вообще все знаю полностью от а до я какая одежда летация по велосипеду что нужно какие сумки для велосипеда что нужно брать что понадобится что нет то что магазинов по дороге достаточно много не пропадете не надо там с запасом брать в этом плане все 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 и сейчас коробка так здесь какой-то тупик непонятный якобы входа нету снова въезд новые дороги но я поеду так здесь походу мост новый делает что все 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 и все 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 очень красиво очень красивый закат в принципе осталось совсем чуть-чуть закат вообще просто космический мост красивый стадион футболь наверное тоже красивый даже отсюда немного кафешек все нужно искать ночлег и завтра финичная прямая до пусана сейчас куплю себе что-нибудь перекусить а то особо нигде не посетишь на моем спокойно здесь тихо в общем приехал я в другую саму которая была рядом неподалеку от той первой там все закрыто короче я решил оставить байк здесь на первом этаже его даже не закреплять смысла нет крепить здесь все же ничего не трогать сути все оставляю забрал документ деньги все остальное остается здесь все я сейчас поеду на ту сауну которые мне говорили вроде как-то есть можно поспать если получится это будет прекрасно просто вообще я был самым довольно счастливым человеком на планете земле если будете в южной корее вот эти места получаются ну в конце вагона в каждом вагоне так и здесь там там не там для инвалидов сделано а так в целом в каждом это для пенсионеров инвалидов он там расписано пенсионеры инвалиды женщины беременны а вот это золото розовый прям розовый видите там тоже на стене написано это получается для беременных мамочек то бишь когда метро полное там если заходят пенсионеры или беременные ну как бы должны уступать но это на самом деле не всегда так много раз это наблюдал сам лично кореец особо не любит уступать место ну типа у каждого свое место есть значит зачем уступать на велосипеде еду в горы из метро выхожу ступеньки так вроде бы вот это сауна вроде бы она пожалуйста это чудо большое человеческое спасибо тем бабулям которые постарались и нашли мне этот чечельбан сауна господи пусть у них здоровье будет крепко и доживут они до 150 лет в инверсалитике как счастлив мои ноги просто ноют стандарт я просто хочу одно реально помыться и спать в теплом месте а не в палатке